Дорогие братья и сестры, в какавских народах есть такая сказка. Однажды поспорило солнце и ветер, кто из них сильнее. Солнце говорит, вот видишь, идет мужчина в тулупе. Давай, кто снимет с него этот тулуп, тот и сильнее. Ветер согласился и налетел со всей своей силой и яростью на этого мужчину, чтобы сорвать с него этот тулуп. Но мужчина все сильнее и сильнее прижимал его к себе. Сколько ни старался ветер, у него ничего не получалось. Даже от земли отрывал человека, этого мужчину, но никак не мог с него сорвать этот тулуп. Тогда солнце говорит, теперь моя очередь, отступи. И своими лучами согрело этого человека, направо на него все свое тепло. Мужчина согрелся и сам снял с себя этот тулуп. Тогда солнце говорит, видишь, что нельзя добиться силою, легко добиться ласкою и любовью. Братья и сестры, в Евангелии мы можем найти множество примеров, когда Господь Бог исправляет сердца людей именно лаской и любовью. Он не жестоко кричит, вразумляет, наставляет, но именно действует лаской и любовью в первую очередь, когда хочет обратить человека к покаянию. Давайте рассмотрим эти несколько примеров. Апостол Павел был гонителем Церкви Христовой. Он много преследовал христиан, сажал их в темницы и предавал даже смерти. Он получил грамоту разрешения идти в Дамаск, и не только в Иерусалиме, но и там, в Дамаске, также преследовать Церковь Христову. И вот на пути в Дамаск ему явился Христос в славе, во свете и сказал к нему с любовью, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Здесь, братья и сестры, видим любовь. Христос не кричит на него, не говорит, что ты грешник, что ты проступил против Бога, но, говорит, трудно тебе идти против вражна, как бы показывая этим свою любовь, заботу, сожаление о нем. И эти слова любви вразумили Савл. Он понял, насколько Христос его любит. Он понял свой грех, что он выступал против Бога, раскаялся и ради этой Божьей любви всю свою жизнь был апостолом, проповедовал и терпел тяжкие гонения и одолжи свою за Христа. Второй, братья и сестры, пример рассказывается в Евангелии от Иоанна, когда Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И вот спросили Христа, что с ней сделать? Моисей повелевал побивать таких камнями, а ты что скажешь? Но Христос ничего им не отвечал. Господь хотел исправить в первую очередь сердце этой женщины. Он хотел показать ей свою любовь. И он ответил для этой толпы так. Кто из вас без греха первым брось в нее камень? Во-первых, Господь Бог показывает этим, что в первую очередь нужно себя осуждать. А во-вторых, Он показывает здесь заботу свою об этой женщине. Когда же все разошлись со стыдом, вспомнив свои грехи, Он сказал для нее, женщина, никто не осудил тебя, и я тебя не сужу. Иди и больше не греши. И здесь, братья и сестры, опять видим в этих словах любовь и заботу Христа. Но самым ярким примером любви Иисуса Христа, Его теплым словам, Его заботе, с которой Он исправлял тяжких грешников, мне кажется, является история с покаянием мытаря Закхея. Христос проходил через город Иерихон. За ним и шла толпа людей. Они хотели увидеть какое-то чудо или, возможно, даже утвердить наставление от Христа, но они и шли за ним. И вот, проходя по одной улице возле одного дерева, все эти люди, и Христос, и толпа людей, увидели на дереве Закхея, мытаря, которого никто не любил в городе, которого все презирали, потому что он был нечестным человеком, потому что он брал налоги с других, и еще на этих налогах и сам обогащался. Его никто не любил. И потому что он еще работал на римскую власть, то есть на оккупантов, на тех, кто притеснял их народ. Они его за это все ненавидели, презирали, плевали ее на сторону, смеялись над ним. И вот и теперь все, увидев этого Закхея, сидящего на дереве, который ради своего любопытства, чтобы увидеть Христа, не постеснялся подняться на дереве, он, скорее всего, знал, что его увидят, знал, что не будут смеяться, но это его не беспокоило. Он был готов на все, либо только увидеть Христа. Настолько он уже привык к этим всем насмешкам, что ему уже было безразлично, что о нем скажут другие. Его желание было увидеть Христа. Не братья и сестры, Христос это желание его не посрамил. Он, увидев Закхея, не обратил никакого внимания, на все эти насмешки, с которыми толпа бросалась в этого Закхея, которые тыкали пальцем и смеялись над ним и кричали, вот, посмотрите, Закхей вылез на дерево. Скорее всего, они говорили какие-то шутки, какие-то колкие слова, чтобы посмеяться над этим Закхеем, но Христос не смеялся вместе с ним. Он сказал, Закхей, сойди скорее, потому что сегодня должен обедать в твоем доме. Удивление было и у Закхея, и у всей толпы. Народ возмутился. Как он, учитель этот раввин, этот чудотворец, праведный человек, войдет в дом такого тяжкого грешника. Толпа развернулась и ушла. Они плевали в сторону и Закхея, и качали головой в сторону Христа. Они не поняли поступок Христа. Но Закхей принял эти слова, и эта любовь Христа глубоко в свое сердце. Его глубоко тронула эта забота Иисуса Христа о нем. Раньше в его дом никто не захотел войти из учителей, законников, парисеев. А тут такой проповедник входит в его дом и обедует у него. Братья и сестры, Закхей раскаялся в своих дихах. Он сказал, Господи, если я кого-то чем обидел, отдам вчетверо, и половину своего имения я раздам нищим. Братья и сестры, в законе Моисея было сказано, что если вор будет пойман с поличным, он должен отдать в четыре раза больше. Здесь мы видим, что Закхей соглашается с тем, что он был вором, он брал чужой, и поэтому и готов отдать в четыре раза больше. Закхей не просто говорит, Господи, я каюсь, больше так делать не буду, но что? Он приносит плоды покаяния, делами своими исправляет свою жизнь. Далее, потом уже, когда Христос уйдет из Елифона, когда вся эта толпа и весь город, увы, как Закхей переменился, они-то только потом поймут поступок Христа. Только потом они прославят Христа. Но сейчас, здесь, теперь они не поняли Христа и отвернулись от Него. Но Господь Иисус Христос никогда не шел на поводу толпы. Его всегда интересовало спасение каждого конкретного человека. И вот и здесь, и теперь Его это заблудшее овца, Закхей, больше интересовало, чем все эти мнимые праведники, фарисеи, законники, которые и шли за Ним. Его больше интересовало здесь и сейчас покаяние и исправление этого тяжкого грешника Закхея. Братья и сестры, это пример каждому из нас, что добрый пастырь идет искать заблудшую овцу. Это его обязанность. И искать их с любовью, потому что любовь исправляет и изменяет сердца. В житии Иоанна Шанхайского есть такая история. Однажды он проходил по больнице, по палатам, зашел к одному больному человеку, и тот с такой грустью, унынием и отчаянием спросил, почему он терпит все эти скорби, почему Иоанн Шанхайский пришел к нему, зачем, что он здесь делает. Иоанн Шанхайский ответил, я пришел сказать тебе, что Бог тебя любит. Этот мужчина сказал, я так долго страшно, так долго мучаюсь, как же он меня любит. Если бы он меня не любил, он уже забрал бы меня из этого мира, чтобы я здесь так страшно не мучился в этих тяжких болях. Иоанн Шанхайский сказал, Бог тебя любит, и прислал меня к тебе сказать, что он любит тебя и скоро заберет тебя к себе. Но он просит тебя покаяться в своих грехах, поисповедаться и причаститься. Эти слова с любовью настолько проникли в сердце этого человека, что он заплакал. Он искренне раскаялся во всех своих грехах, причастился и в скором времени отошел к Господу. Братья и сестры, любовь исправила и это сердце, изменила эту душу, обратила к покаянию. Как и Христос научил нас обращать сердца людей к покаянию своей любовью и заботой. Христос даже Иуду пытался вразумить любовью и заботой. Когда в Гефсиманском саду Иуда подошел к Христу и поцеловал его, дал знак своего предательства, Христос спросил, целованием ли предаешь ты Сына Человеческого? Опять-таки, он показывает свою заботу, он пытается вразумить Иуду. Братья и сестры, мы видим и другой пример в Новом Завете, когда Христос яростно обличал фарисеев, садукеев, лицемеров, называл их законников, книжников. Почему он так поступал? Почему он одних пытался, как мытарей, блудников, вразумить кротостью и любовью? А вот этих лицемеров и фарисеев строго обличал, называя их лицемерами и показывая всю их ложность? Братья и сестры, Христос так строго их обличал ради той толпы простых людей, которые слушали Христа, которые здесь были, которые должны были понять, что истина, а что ложь, где правда, а где неправда, где правильный путь увождению Богу, а где ложный путь. Господь так обличал, чтобы народ понял, что фарисеи и книжники заблуждаются, что они неправы, братья и сестры. Таким подобным примером один знакомый священник так же поступает, когда, например, проходя по больнице, по палатам, он встречает в какой-то палате святительницу Иеговы, и здесь же лежат и православные люди, которые не читают Библию, малограмотные, и вот святитель Иеговы их вразумляет, пытается склонить в свою деятельность. Тогда батюшка, обличая этого святителя Иеговы, не с целью его вразумить, а с целью показать вот тем людям, которые вот здесь в палате, ложность всей этой ереси святителей Иеговы. Он рассказывает о том, сколько было смертей среди святителей Иеговы, которые отказались от переливания крови, о ихнем непочитании креста и других заблуждениях, которые даже простой человек может понять, что здесь нет любви, что нет любви в этой тяжкой ереси святителя Иеговы. Итак, братья и сестры, Христос поступал, вот научил нас поступать так же, обличал фарисеев, чтобы показать людям, что они учат эти фарисеи не по Божьим заповедям, не по Божьей воле. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу, чтобы все мы запомнили, урок любви Христа. Его любовь исправляла сердца сотни и тысяч человек, и до сих пор любовь Божия исправляет. Настолько Божья любовь бесконечна к нам, что даже часто хочется не согласиться с этой любовью. Хочется сказать, Господь, да сколько ты будешь терпеть вот того гречника, сколько ты будешь терпеть вот того преступника, того убийцу, того неблагочестивого христианина, из-за которого люди многие уходят из церкви и соблазняются, думая, что все такие христиане. Хочется даже возмутиться, Господь, да сколько ты будешь терпеть. Но терпение Божие бесконечное. Братья и сестры, нам не познать ум Христов. Почему Христос так долго терпит. Почему Христос так долго ожидает покаяния человека. Конечно же, нам хочется сказать, что Господи, да, действительно очень много любишь, но проблема в том, что из-за твоей этой любви многие прельщаются, многие соблазняются, многие не понимают. Из-за твоей любви, что ты терпишь того или другого наркомана, этот наркоман, сколько людей потом склоняет в эти сети наркотиков. Из-за твоей такой большой любви и благотерпения, которые ты отправляешь к неблагочестивым пастырям или архипастырям, сколько людей ушли из церкви в ереси и секте. Сколько Господи, из-за твоей такой любви и благотерпения к каким-то правительствам, депутатам, многие люди озлобились, многие люди начали поступать неправильно и так далее. Хоть сказать, Господи, да сколько ты будешь терпеть, потому что из-за твоей любви грех распространяется в мире дальше. Но, братья и сестры, кто познал ум Христовый, кто познал милость и любовь Христовую? Если, братья и сестры, нам не познать это, но нужно смириться перед этой любовью Божьей и самим уподобляться Богу, долготерпением, любовью, ожидая покаяния каждого человека. Братья и сестры, разве ожидал кто-то в городе Иерихоне, что Закхей покалится? Разве кто-то верил среди этой толпы фарисеев, законников, что Закхей может покаяться? Никто. Но Христос верил, любил и хотел ему покаяния и сделал все, чтобы Закхей покаялся. И Закхей покаялся. Братья и сестры, и мы должны сделать свой выбор, как нам поступать. Как фарисеи, которые не верят в покаяние людей, что тот может исправиться? Или тот тяжкий грешник может покаяться? Или нам поступать, как Христос? Верить и ожидать покаяния каждого человека? Дорогие братья и сестры, будем уподобляться любви Христовой, будем молиться, чтобы наше сердце наполнилось любовью Божией каждому человеку, чтобы мы верили, что каждый может исправиться. Раз Господь его еще терпит на этой земле, значит, Господь Бог ждет от него покаяния, ждет от него исправления. В словах апостола Павла с гимней любви есть такие слова, любовь всему верит, любовь надеется. Братья и сестры, любая мать верит и надеется, что даже каким бы ни был сынок плохим наркоманом, убийцем, преступником, любая мать верит и надеется, что ее сынок может исправиться и измениться, потому что она любит своего сына. Точно так же и мы должны любить всех людей в мире, веря и надеясь, что каждый человек может исправиться. А со своей стороны, во-первых, молиться за них, чтобы они исправиться. А во-вторых, все делать, чтобы только помочь им исправиться. Когда словом, когда делом, когда примером, когда просто молитвою, просто поздороваться с человеком, улыбнуться, показать ему свою любовь и свою заботу. Когда даже поддержать человека, сказать, что я надеюсь на тебя, я верю, что ты можешь исправиться, покаяться, я верю, что Бог тебя любит. Обкрой свое сердце для Божьей любви. Братья и сестры, рассказывайте людям о Божьей любви, что Бог их всех любит и ожидает в себе, ждет их покаяния. Будьте милосердными самарями, верьте, что каждый может исправиться, уподобляйтесь Христу его любви, надейтесь, что каждый может вернуться на путь правды, повернуться лицом к Богу. Молитесь за каждого человека, прося каждому человеку покаяния, что благодать Божия обернула человека к покаянию и исправлению. Не отчаивайтесь, молитесь за каждого человека. И да можно в этом Господь Бог, и да дарит нам сердце полно любви. Аминь.